Всем привет! С вами снова я, Лама. И, наверное, непривычно спустя два месяца возвращаться, даже уже спустя три месяца, возвращаться сюда. Это блог о том, что произошло у меня за месяц моего отсутствия на канале. Произошло, честно, очень много всего, как и хорошего, так и не очень. Последний мой блог выходил первого мая. Первого мая. Первого мая. Если вы ещё не поняли, это первого мая. Если кому интересно, где я попадала, приятного вам просмотра. В начале мая у меня был очень сильный завал по учёбе, из-за чего я не успевала абсолютно толком ничего. То есть это были бессонные ночи, это был какой-то ад-кошмар, это было много слёз. Это не самый приятный период жизни был, учитывая, что это был даже не сессионный месяц, это был только май. Но также в начале мая я пошла учиться в автошколу. И сейчас я в процессе обучения нахожусь до сих пор. Вот сегодня у нас, если что, 31 июля. Я всё ещё учусь в автошколе, я практически закончила курс теории и уже занимаюсь вождением, потом очень активно. Соответственно, 29 мая мой самый первый урок по вождению, и именно отзывы с него вы увидите дальше. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу сделать одно очень важное объявление. Уважаемые петербуржцы, особенно те, кто живут на севере города, у меня к вам убедительная просьба. Не выходите из дома с 7 вечера примерно ближайшие часа-полтора. Это в целях вашей же безопасности, вашего же блага, потому что я направляюсь на первый урок по вождению. Ну что я могу сказать, я освободилась, вы можете спокойно выходить из дома. Всё прошло хорошо, все остались живы, даже я и даже мой инструктор. Вот я даже смогла запарковаться. Наступил июнь, ещё больший завал по учёбе. Следующий кадр был снят в начале июня, и это единственное, что я могу показать вам за начало месяца. Я знаю только лучшее в тебе, не от любви, не страшно задохнуться. На его живём, на небо сни, а я всё не могу никак проснуться. Скажу, люблю это, не всегда. Пускай смешно пусть надо мной смеются. И вот он, конец июня наступил. У меня стало ещё больше нервов и переживаний по поводу экзаменов, по поводу предстоящей сессии. Также у меня всё ещё было вождение. Мне пришла посылка от Алины Плис. Вот, спасибо за неё большое, Алине. Это был мой глоток свежего воздуха на тот момент. Вот именно поэтому вначале будут кадры с распаковкой посылки, а потом уже, что было дальше. Я вернулась. А вернулась ли я? Сегодня мы с вами распакуем прекрасную посылку. Я все еще вне в шоке, что у меня в руках есть посылка от Алины, потому что Алина это тот самый человек, которым я очень сильно восхищаюсь, который меня мотивирует очень сильно. Я постараюсь сейчас максимально аккуратненько открыть эту посылку, вот чтобы, не дай бог, ничего там не порезать, потому что всё-таки воскраски это очень хрупкая штука. Я, правда, очень боюсь что-нибудь порезать сейчас. Коробка пуста. Первое, что я вытащила, это были карандашики Дели. Вот, правда, я их вытащила перевернутыми, но ничего страшного. Вы посмотрите на эту красоту. Офигеть. Как оно открывается? Божечки, какие они красивые. Какие они вообще... Вы только посмотрите на эту красоту. Я очень редко раскрашиваю карандашами, но... Но вот с этим, вот, я, мне кажется, буду делать это чаще, правда. Мне очень нравится, особенно 124-й цвет, вот. Он на камере, правда, кажется чутка другим, но... Боже. Какая это прелесть, а я не могу, правда. Возможно, это очень странная реакция на обычные карандаши, но это необычные карандаши. Вот, и теперь посмотрим пакетик. В общем, раскраска города России. Я очень давно её хотела, но мне всё было страшно покупать, браться за эти работы. Раскрасочка Сладкое королевство. Вот, она буквально простенькая, номерная. Её можно быстренько закончить даже. Вот, буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь работ. Вот, то есть, буквально всего за ничего её можно закончить. И далее подарочки, о которых я уже не знала. Вот, первое, это раскраска Цветочная фантазия. Машинки. Машинки, кстати. Вот, для меня как раз. И последнее, что тут ещё есть, это два маркера. Артистикс. Голубой Цианин Блю. И зелёненький Грасс. Цвет травы. Значит, ну, трава и небо, называем их так. Спасибо, Алине, за такую прекрасную посылочку. Я ценю всё, что мы прошли с вами вместе. Вот. И я уверена, что ещё вернусь, поэтому любите, будьте счастливы. Боже, я правда, я... любви в этом городе нет, но я знаю, что ты меня ждёшь. И рельсы, сердечный путь, железные струны души, наверное, скоро вернусь, и, пожалуйста, только пиши мне. Я думаю, что ты знаешь, что есть такая фраза, как спичку дважды не зажёшь. У нас всё это время обманывали, ещё как зажёшь. У меня есть спичка, которую я зажигала уже два раза, и тут у меня горит свеча. Смотри фокус. Она горит. Третий раз. Как Раневская играла, и я бы так же не смогла. Ты же будешь писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Я это пою, дай добьюсь от тобой сопротивлений, я здесь высленно. Зачем? Я отпустила руку твою, зачем, скажи. Там, где окончен цветак, реальная, начинается жизнь. Чтобы не чувствовать ничего, я признаюсь, танцы гипсовые. Люди, прошу лишь одного, похороните меня за принцессом. Я сидела тут, просто вся в слезах из-за этого чёрного экзамена по автоматизированным системам управления. Пишет мне Федя, а у меня изначально сообщение вот образилось буквально на вот первая строка. Я открываю его сообщение и вижу там это. Я просто... Я в такие... С июля... Ой, конец июня и начало июля. Я счастливая и иду домой, потому что... Ну, я действительно счастливая, конечно, но я иду домой. Я сдала свои экзамены. С 5 июля я сдала последний экзамен, а 7 июля благополучно уехала на дачу. Очень сильно моё моральное состояние вывезло именно вождение машины. Правда, то есть за рулём я чувствую себя лучше, чем без руля, так скажем. То есть, потому что за рулём мои эмоции и чувства отключаются. И я думаю лишь о дороге, лишь о том, как, куда проехать. Вот. И я ни о чём не думаю, ничего не делаю. И именно вот этот вот момент, когда мои эмоции и чувства, мысли не со мной очень сильно меня спасает. Потому что если бы я за рулём тоже думала о том, что ага, у меня там скоро придется экзамен по грузовым перевозкам, или ага, вот здесь вот я снова поступила неправильно, вот здесь вот меня снова бросили, здесь вот моё доверие подорвали, господи, что вообще происходит в этом мире. Вот если бы у меня за рулём тоже были такие мысли, боюсь, что меня бы перед вами уже здесь не было бы, потому что за рулём всё-таки надо думать о дороге, о том, какой автобус перестраивается перед тобой, о том, что вот здесь нужно затормозить, впереди знак уступи дорогу. Всё пройдёт на свет твоего лица. Пока ты там каталась на лошади, я покаталась на вот этой малышке и на лонтой, которая на автомате, это на механике. После того, как я вернулась из дачи, началась череда различных прогулок с подругой, которые тоже очень сильно меня вытянули из моего морального состояния. рядом с подругой я чувствую себя спокойно, счастливо, замечательно. А когда я потом снова оставалась наедине с собой, то уже чувствовалось это состояние, что да, не всё так классно, как хотелось бы. Я покажу тебе космос в одно касание, смотри в глаза, детка, узнавай меня, все сумасшедшие сны, будто наебут, если ты со мной, а не с ним, я тебя ловлю. Мы повторяем фотографии на мосту. Чтобы повторить фото, мне необходимо встать на... Синий машин. Спасибо. Чтобы повторить эту фотографию, мне необходимо встать на проезжую часть, поэтому если это мой последний влог, я всех любила. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если это мой последний влог, то знаете, что я люблю эту жизнь. Посмотри, какой кайф на автомете вообще. Вообще не кайф. На механике точно так же в этом плане. что типа ты придерживаешь тормоз и все. И то даже тормоз обязательно придерживать, потому что ты снимаешься с передачи. Ну и в конце месяца наступила поездка в Москву. Очень спонтанная поездка вместе с мамой. Отрывки из нее также вы увидите кантры медали. Какую нам сторону? Нам сторону коммунальки, по-моему. По-моему, нам я смотрела нам сторону коммунальки. Ну вот сторону коммунальки. Я уже как своя. А это я на катке в Москве. Мне сейчас максимально не стыдно, потому что весь меня в катании улетел не знаю куда. Куда-то явно не туда, куда надо. Слишком много слишком денег перед мне не нравится. потому что через них надо переходить. И невозможно ходить. Поясненько какой-то боже, может мы как будто станем своим. спустя шесть минут. Спустя шесть минут. Назад дочки. Назад доходим. Красивая Москва. Ой, какой красивый там автобус едет. пустя дорогу к тебе не забыл и стаканов граню ных шум нам автобус больше электробус нам по швам я каждый вокзал прошу не пускай меня в поездке слишком много автобусов электробусов машин всего вообще господи и сердечный пульс железные струны души наверное скоро вернусь ты пожалуйста только бежи мне и тянутся города и я в каждом из них бывал нас ссорили поезда но мирил нас пустой вокзал чтобы быть с тобой навсегда я сразу билеты взял нас ссорили поезд но мирил нас пустой вокзал в окнах тень зачеркнуты в календаре следующая станция Сварельская сейчас они главные наши субъекты мы взлятся на ловке козь мы пойдешь любви в этом городе нет но я знаю что ты меня ждешь и сердечный путь железной струны души наверное скоро вернусь и пожалуйста только пиши и тянутся снять распаковку, но что-то пошло не так, в моменте я об этом как-то забыла, вот, поэтому фломастер увидите как-нибудь, когда-нибудь, в общем, в процессе влогов буду вам их показывать. Раскрашенного за июль не будет точно, вот, а там планирую провести марафон, 24 часа раскрашиваю, посмотрим, получится, не получится, естественно будут стараться сниматься, выходить в влоги, вот, там, когда-нибудь что-нибудь обязательно здесь еще появится, например, как вот этот вот спонтанный влог о том, что произошло в моей жизни за последние месяцы, что меня не было, поэтому не пропадайте, я их очень сильно люблю, всем спасибо за просмотр данного влога и до скорой встречи!